Железноядные собаки появились в Нижнем Новгороде. И это не шутка. Просто собаки пытались достать дворового кота, который в страхе спрятался под капотом припаркованного автомобиля. В результате кот жив и здоров, а вот автомобиль пострадал. Следы зубов, видимо, собачьих. Человек это не мог сделать. Следы когтей. Отпечатки на крыше, отпечатки лап. Погрызен капот, прям вот это, ну, явно не твое. Количество укусов, посчитать, к сожалению, наверное, вряд ли получится. Явно и там, вот два следа. То есть, вот это вот, как пасть была собачья, как она здесь. Зубы, вот, сразу зубы видно, вот. Вот зубы, вот они. Вот зубы, вот. Вот зубы. Вот они кусали. Вот эти дворняжки бегают здесь по базе, вот они здесь кусали. Вот здесь они живут, на базе. Внутри был кот. Живой, да. Его просто хотели достать. Вот это они пытались пасть, и мы, видимо, просовывали сюда. Кошка находилась сначала вот здесь, когда открыли капот. Потом переместилась сюда. От страху. Эта кошка, она тут зацепилась, мне кажется, всем, чем только можно. У него даже не было бы шансов выйти. То есть, если бы он вышел, просто оттуда его бы разорвали на части. Вот, смотри. Они вытащили отсюда. Вытащили зубами. Вот это вытащили. Они катаются качество? Да. Вообще невозможно. Я уже не знаю, что делать. Ночью выхожешь, прям кирпичом шулих или что уже. Вот их куда-то надо деть. Собачий вандализм. Я еще и сказал, им пофигу, какая марка машины. Бентли это или Мерседес, или 14-я. Учуяли котенка, все. Для них это большая конура. Поэтому такое произошло. Это несчастный случай. Буквально форс-мажор. Кстати, машина это застрахована, и теперь хозяевам придется всю эту историю рассказывать страховщикам, чтобы выбить возмещение ущерба. Субтитры создавал DimaTorzok